Как сэкономить ресурсы и при этом получить качественные услуги? Ответы на эти вопросы на демонстрационных стендах. Эти светодиодные лампы светят ярко, но электричество тратят мало. Тут же счетчики, которые не просто точно снимут показания потребленных киловатт, но и автоматически передадут их на пункт приема информации. ЖКХ будущего так назвали выставку организатора жилищного форума. Он проходит в Туле во второй раз. С достижениями в области жилищно-коммунального хозяйства знакомит Алексей Дюмина. Молодежь из общественной организации «Народный контроль ЖКХ» презентует игру «ЖКХ-логия». Она устроена по типу монополии. Ее участники могут почувствовать себя в роли управляющих компаний и через игру разобраться в премудростях коммунальных начислений. Игра предназначена для детей и взрослого поколения в возрасте от 14 лет. Она дает знания в сфере ЖКХ с той точки зрения, что каждый может себя почувствовать на месте управляющей компании и понять, что такое жилищно-коммунальное хозяйство, что это не просто наша личная квартира, а это целые дома, в которых бывают проблемы с крышами, с водой, с электричеством и так далее. Проблем в ЖКХ по-прежнему немало сходятся во мнении участники форума. В зале дворянского собрания активные жители, представители общественных и коммунальных организаций. Губернатор озвучивает задачи, которые необходимо решать в ближайшее время. Это создание комфортной среды обитания, наведение порядка в работе управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, улучшение качества предоставляемых услуг населению. Нужно продолжать модернизацию коммунальной инфраструктуры. На эти цели из бюджета региона в 2017-м направят свыше 100 миллионов рублей. Но этих денег недостаточно, чтобы заменить все ветхие тепловые и водопроводные сети. Нужно развивать концессионные договоры. Активнее привлекать инвесторов ставят задачи перед местными властями Алексей Дюмин. В районах уже есть положительные примеры. За два года заключено 13 таких договоров. В модернизацию объектов ЖКХ вложено более миллиарда рублей. Еще шесть таких соглашений планируют заключить в 2017-м. На деньги инвесторов построят 16 новых котельных, реконструируют 13 километров тепловых сетей. Если мы будем все сложа руки сидеть и рассчитывать на оригинальный бюджет, у нас с вами ничего не получится. У нас нет с вами столько источников и резервов инвестиций, для того, чтобы мы отработали те планы, которые мы перед собой ставим. Я вас всех призываю, и властей города, и правительству, конечно, и глав муниципальных образований, находить новые формы вовлечения инвесторов в данную программу. В этом году начнутся масштабные работы по благоустройству населенных пунктов области. Регион один из первых ошел в федеральную программу формирования современной городской среды. На облагораживание придомовых территорий, скверов, улиц направят свыше полумиллиарда рублей. На одной из секций форума озвучены конкретные сроки реализации программы. В апреле в районах области необходимо провести собрание жителей. На основе их пожеланий уже к 15 мая сформировать муниципальные программы. В реализации первого этапа программы в 2017 году примут участие административный центр, город Тула, пять моногородов. Это Олексин, Ефремов, Белев, Суворов, рабочий поселок Первомайский и населенные пункты с численностью населения свыше 50 тысяч человек. Это у нас Новомосковск и Щекино. Времени для раскачки нет, нацеливают на активную работу местные власти. Второй этап реализации федеральной программы развития городских территорий рассчитан до 2022 года. Планы по благоустройству населенных пунктов области на этот период должны быть сверстаны уже к 1 августа 2017-го. Надежда Милехина, Роман Тюкин, Алексей Чичевадзе, Первый Тульский.